23 мая кинотеатру Родина исполняется 9 лет. 9 лет с момента открытия после некой реконструкции. Потому что суммарно, если брать с момента вообще открытия на этом историческом месте кинотеатра, прошло гораздо больше. В 1959 году это случилось. Но мы считаем наши дни рождения именно от 23 мая 2003 года, когда на месте кинотеатра Родина начал функционировать современный развлекательный кинокомплекс с комфортабельными условиями для просмотра фильмов. Собственно, поэтому 9 лет. По этому поводу мы устраиваем целых 9 эксклюзивных кинособытий, отсчет которых начался 10 мая и который закончится 27 мая. И мы считаем, что среди этих 9 событий каждый найдет что-то для себя. Ну вот непосредственно рядом с датой самого празднования, 23 числа, так кучно собрались и уикенд ретроспективных показов Федерико Феллини. Поскольку Феллини на большом экране, как вы понимаете, в наше время практически нигде уже нельзя увидеть. Вот мы, собственно, делаем такой подарок киногурманам. 19-20 мая будет по одному показу и фильма «8,5» и «Сладкая жизнь», то есть классика кинематографа. С 21 по 23 мая мы показываем фильм «Учитель на замену». Вот фильм «Участник» программы Каннского кинофестиваля, который тоже не считается, конечно, таким широкопрокатным проектом. Это такой ограниченный прокат тоже для истинных ценителей, что называется. Непосредственно в день нашего рождения, 23 мая, мы эксклюзивно, единственным сеансом будем показывать документально-публицистический проект «Гражданин поэт. Прогон года». Вы знаете, это известная история. Дмитрий Быков с Михаилом Ефремовым замутили. Это нечто невообразимое, которое относится к кинематографу весьма посредственно, но, тем не менее, у него есть свои ценители и любители, и совместно с сообществом Ярославского Твиттера мы будем делать вот этот вот специальный показ, на который, кстати, приглашаются все желающие, поскольку билеты находятся в открытой продаже. И также вот непосредственно в день 23 мая, то есть за сутки практически до российской премьеры, мы приглашаем всех на просмотр фильма «Люди в черном 3» в формате 3D, премьера которого состоится ровно в полночь. А на следующий день, то есть 24 мая, из 24 по 27, мы будем презентовать нашим зрителям программу британской анимации British Animation Awards, которую мы по традиции уже привозим в Ярославль для того, чтобы любители анимационного искусства, высококлассные на самом деле, многоуровневые, очень разные по стилистике британской анимации, тоже получили свое удовольствие. И в этом году мы будем делать программу как для взрослых, так и для детей. То есть прямо специальная программа для детей. Так что в день города 26 мая начать празднование мы родителям с детьми предлагаем именно в родине. В 12 часов дня состоится показ этой британской анимации. Вот такие наши планы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова